всем доброе придоброе утро я успела заправиться съездить в лидл он рядом был за хлебом сейчас еду на работу на улице не представляете какая жара уже 25 градусов показывает но мне кажется намного больше это вообще какая жарище прям с утра вообще нереально так что конечно немного опаздываю но так как сегодня среда народу будет не ахти я думаю что никто меня не потеряет просто я взяла заправилась думаю блин я уже рядом чем не потом опять возвращаться за хлебом хлеб беру только в лидали он у нас черный ну типа нашего серого кирпичика вот думаю сейчас возьму под заеду и едет она едет там на велосипеде свое удовольствие и вот сейчас быстренько у меня такое сегодня самочувствие прям хорошие значит начали наконец-то мои сопельки выходить а то знаете вот тут был такой вот как давление что ли и нос был забитый но не покажу как мы тут едем но ничего не выходило в общем-то сопелек то не было сегодня прям так это такое освобождение скажем так произошло носа ладно буду рулить нормально улицы как у нас видите здесь узенькие ходят люди пешеходы надо их объезжать вот эти колонны тоже объезжать а там еще хуже поэтому наверное мне понадобится все-таки две руки блин меня очки запотели ни хрена не потеют потеют они плотно лежат к моим глазам и потеют я шумахер рукой зашибись тут у нас начинается грамм самый-самый подъем еще с поворотами люди ходят очки запотели ни хрена не вижу хлебом пахнет боже как хлебом пахнет свежим еще вот так вот едем представляете машины паркуются вот так вот вот поэтому все машины здесь есть царапаны а как иначе припаркуешь их а потом ну слушайте я почти доехала до верха так что идем быстренько на работу приехал на пляж по моему тут шторм прям ветерок с моря дует и слышите шумит море я съела корочку хлеба обожаю корочку хлеба такого вот как наш знаете помните я ранее вот мы раньше покупали кирпичиком и все время углы вот эти вот я всегда съедала мне таки они были самыми вкусными на свете и вот сейчас у этого хлебушка хлебушка как назвала этого хлеба тоже съедаю корочки они такие вкусняцкие вот черный дела делаешь в общем типа перекуса у меня было корочка хлеба но я не могла становиться я когда открыла машину и вот этот запах свежего хлеба блин вообще серого именно белый я как-то хлеб не очень люблю но не то что не очень его вообще не люблю не люблю он для меня что есть что не там вот черный я люблю так что видите здесь ветер шторм выходим я думала тут спокойно а тут нет не угадаешь ой бегает бегает соскучился по прогулкам пешим обушует море как время уже довольно таки поздно как поздно шесть часов мы поели сегодня курочку сделала салат а сейчас хочу на завтра сделать котлеты котлеты у меня будут значит из это курица а это индейка это у меня размораживается красная свекла или свекла завтра буду салат делать из-за свекла и чеснока вернее его сегодня сделал свекла чеснок и сырок плавленый обожаю этот салатик вы любите его мне кажется это вкус детства тоже вот в котлеты добавлю лук и овсяные хлопья у меня они такие как быстро быстро приготовления что лилика вот такие вот вообще очень вкусно когда из котлеты из курочки и с овсянкой вкусные получается нежные нежные как не знаю что микро и микроволновки эту не буду ставить мясорубку в роботе сделаю фарш по быстренько мясорубку доставать собирать пробуйте все то же самое надо только периодически посматривать чтобы знаете не получилось такое в масса ну как каша я такой не люблю поэтому в общем вот чем робот хорош он перемалывать может не как вот обычно не знаю в чем это связано не пойму так надо руками смотреть в общем крупно тоже может я не люблю чтобы прям каша каша была крупно тоже может довольно таки перемалывать прям как мясорубка кажется еще надо маленечко еще надо маленечко маленечко рука грязная поэтому отключаюсь смотрите какой лук сейчас я тоже его перемалю так но это половина я туда сделать вообще как у грагом 1 половина лука тоже туда отправлю я люблю чтобы много лука было он так сочнее что ли в общем лук овсянка одно яйцо немного молока соль перец чеснок гранулированный сухой и специи сейчас все это перемешаю и поставлю на пару часов в холодильник боже от лука так хочется плакать и зовет холодильник чтобы немного барин помариновалась и тем временем пойдем гулять с чарли а потом когда приду их начну поджаривать знаете такие ну посмотрим как еду на пляж сейчас прогуляю с мужем вниз собакой тележку сейчас отвезу в машину на меня как раз рядом с машины рядом с домом стоит сегодня утром просто далековато было и тащиться тележка была совершенно не охота обычно всегда когда покупаю и в этот же день я спускал или следующий и в машину чтобы она всегда была в машине мне же знаете я могу и каждый день магазин ездить и раз в неделю ой господи вот сейчас прогульнемся немножечко время же сидим 7 около семи кто-то под перо потерял смотрите какой красивый перышко на улице теплее чем дома у меня особенно сейчас спальню заходишь и прям прям там так классно там тепло так но я все равно ее закрываю спальню чтобы не было сквозняка потому что я от этого сквозняка в принципе и простыла а еще у нас сейчас очень много все цветет и все желтые машины желтый терраса вся желтая от того что весна весна еще когда недели две назад сестрой ездили пить пиво типа того она нашла на мусорке вот такой стул вот я его уже вожу недели две или три никак не могу ли отдать они сейчас магазин закрыли потому что она там операцию делала на пальцы в общем не могут работать а домой мне нести не очень-то охоты не знаю куда его делать этот стул так и будем с ними съездить мне в принципе мешает а еще так еще за деталька пускай тут валяется вдруг от чего-то так что все едем гулять да я ему видите не поводок ничего не повесила время у нас восьмой час уже темнеет зимой хорошо зимой в девять темнете темнеет ну где-то в 10 уже темно вообще лепота я люблю такую когда день длинный знаете тоже зимой в 76 уже кассе 6 уже темно темнотища как хоть глаз вы коли чали мой как всегда радуются прогулки так как дети в школу ходят поэтому здесь детей вообще нет чему я очень рада одни собачники и 100 и пожилые ходят и я такой прям ветерок обдувает мне еще я даже не закрыла окна дома еще пускай проветривается дальше ну там нашей зоне нет ветра поэтому сквозняк только может быть а так чтобы как вот в той квартире все время меня шторки весь стояли дыбом при каждом ветре в этой квартире нет до пляж кстати облагораживают убирают всякую травку ненужную готовятся вообще вы у нас пляж делают ну как облагораживают к страстной неделе в этом году страстная неделя пятница или четверг точно не помню 18 апреля вот но начнется ой и господи смотрите какой пупсик прибежал вот и к этой неделе начинают приготавливать все и город и пляж и все потому что там очень много выходных приезжают туристы у нас еще март только нам еще целый месяц до страстной недели но видимо уже там вот на пляже все раз раз это от шторма раз как это раз 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 распрямили что ли так скажем да или как вот видите убрали травку травку зеленеет солнышко блестит раз погуляем и пойдем домой у меня сегодня банный день будет очень давно никакие маски не делала ну как парчет патчи я делаю парчи патчи я делаю под глаза вот маски давно не чистила лицо маску какую-нибудь наложу на голову я сейчас хочу отдохнуть от краски покрашивание волос и скажем так хочу натуральный оставить натуральный блондин он везде такой один да я конечно блондин но не плотиновый ну вот так и хочу оставить сейчас какое-то время ой там прям собака большая ничего чарли увидел машину мою и не поймет в чем дело почему машина типа уезжает а а его не берут такой на меня смотрят типа в чем дело видите видите побежал следом следом за машиной блин куда куда ты я тут я тут не оставляйте меня тут я тут я тут бежит бежит а сам на меня смотрит смешной такой вообще у меня есть клиентка одна она постоянно приходит и говорит как ребенок как ребенок талибаняки когда я открываю там парикмахерскую дозову его там где сюда я набрала над ним все умедляется он так и пожилая тоже женщина как ребенок как ребенок все сутью понимать все слушает вот все время удивляется смешно я уже пришла я уже приняла солнце солнечные ванны не могу ванную масочки и херасочки все как надо а вот сейчас буду котлетки жарить на своей сковороде надеюсь на ней ничего не прилипнет так поставим разогреваться на мне иногда блокируется когда моешь оливковое масло и сейчас буду формировать котлетки и обжаривать их с двух сторон поджарила котлетки наливаю сейчас в общем налила водички добавила лавровый лист и перец горошком и сейчас поставим на тушение ну как на тушение на пятерочку закрою крышечкой минут потушу крышка у меня супер модная довериться до революционных времен все никак не вспомню что мне надо новую крышку купить а я тут тем не временем уже смотрите на стругала на крупной терке красную свеклу чеснок и сырок у меня еще есть вот такие семечки разные и чуть-чуть майонеза прям майонеза я не знаю ложку наверное чайную я вообще добавляю грецкие орехи у меня есть вот такие семечки здесь видите много всяких и кино кино ночи обычные семечки что я мучаюсь можно почитать обычные как они называются-то господи обычные подсолнечные сесаму в общем в общем вы поняли всякие семечки семечки вот так насыпаем прямой и все перемешиваем на завтра у меня будут котлетки вот с таким салатиком а может сделаю картошку пожарить потому что у меня салат красный не ест кажется это что ты такой не ест да я и не приучаю зачем мучить если не хочет то и не надо ну и котлетки в принципе не очень будет но это уже не волнует как бы говорится не знаю как можно котлеты не любить это же такая вкуснятина не любит ладно буду мешать и все у меня обед на завтрак готов завариваю себе чай это нон стресс ну для сна мне он хорошо помогает добавила мяту с моего горшка лимон сейчас добавлю ложечку меда боже как пахнут котлеты это просто офигеть можно боже как они пахнут я бы сейчас штуку две съела но нельзя вот чайку попью а выпью свое чудо средство от кашля три раза в день пью зашибись вообще сегодня себя очень хорошо чувствовал так что но бросать не надо до конца допью уже микстуру встали просто меня там муж смотрит не знаю что спорт а я знаете включила сериаль я очень люблю актера Павел Прилучный я вообще в инстаграме на него подписала и на его жену Агату с трудной фамилией в общем он я его еще с мажором я обожаю и сегодня в контакте лазила у меня есть контакт но я там только из-за фильмов появляюсь кстати все фильмы которые вы мне посоветовали я уже посмотрела когда болела когда не снимала видео один за другим смотрела вот и вот наткнулась на этот сериал посмотрела только вот первую серию Возмездие называется он по моему пятисерийный на НТВ его показывали с Павел Прилучный он мне чем-то напоминает знаете кого Сергея Бодрова помните наверное Брат Брат 2 вообще суперский актер был зря что он погиб так давно погиб уже под этими лавинами что мне еще все еще не верится а мне еще такой возраст наверное был когда знаете легко влюблялись всяких актеров и этот актер был суперский и вот мне Павел Прилучный чем-то его напоминает не знаю чем но чем-то такой же как-то не знаю в общем прикольный и вот с ним сериальчик включила смотрю так что еще хотел сказать забыла а из пиццов знаете кто мне нравится вообще даже и как люди мне вот я на них тоже в инстаграм подписана Стас Костюшкин будете смеяться наверное многие или что но мне его песни меня заводят ну про кроме Макса как он господи Макс на языке крутится но забыла ну вот я его постоянно слушаю неверная ты года 80 в общем вы поняли да Макс Барских кроме него Стас Костюшкин у меня Стас Костюшкин даже стоит на телефоне когда звонит кто-то мне и вообще мне нравится он как человек жена его тоже мне очень нравится я за ними слежу подписана на них в инстаграме вот она она еще как ее зовут не помню всякие рецептики тоже дает ппшные не ппшные всякие в общем вот так немножко поделилась с вами на кого подписана на кого не подписана чай-то вступила что я его не заливаю разболталась заболталась вот ой как начинает пахнуть мятой вообще мята на балконе это что-то очень удобно но мне кажется она скоро у меня коньки даст во-первых очень сохнет быстро я почти поливаю не посяк поливаю каждый день ну и там ей уже тесно в этом горшке может быть знаете рассадите ее на это нужно желание или нахрен выбросить купить вон в магазине они маленькие продаются и пересадить большой горшок ну будем думать пока-то живая и пышная вот такие у нас пироги так что буду с вами прощаться до завтра время-то у нас уже позднее можно идти спать надо сейчас быстренько смонтирую ну конечно не быстренько как получится вот а вы подписывайтесь спасибо вам всем за комментарии все читаю на все отвечаю все беру во внимание ну почти все вот всего вам самого наилучшего не болейте сейчас везде грипп ходит с такой погодой то тепло то холодно то ветер то солнце непонятно что пейте витамины и не болейте всего вам самого наилучшего всем пока и до завтра